МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обстановка максимально приближенная к настоящей. Пробные государственные экзамены. Налоги собрали, как и нагородние подрядчики сделали заречный одним из лучших. Номера секонд-хенд. Изменения в правилах регистрации транспорта. Здравствуйте! В эфире экспресс-выпуск программы «Детали дня». В студии Данил Калюшевский. Заречный стал одним из лучших муниципалитетов по привлечению средств в областной бюджет. Как сообщает газета «Провинциальная пятница», наш город в 2010 году собрал почти на треть больше налогов, чем было запланировано. Благодаря доходам муниципалитетов, областной бюджет за прошлый год пополнился на 137 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем в 2009 году. Вклад Заречного в эту сумму составил более 70 миллионов рублей. Эти деньги получены благодаря постановке на налоговый учет подрядчиков строящегося четвертого энергоблока. Также доход был увеличен за счет выявления неучтенной недвижимости и земельных участков. Все эти меры позволили пополнить и городской бюджет на 20 миллионов рублей. За эффективные методы повышения доходов администрация Заречного удостоена благодарности областного правительства. Диагностика для подростков. В Свердловской области стартует массовое тестирование учащихся техникумов и училищ на наркотики. Сегодня начинается массовое тестирование учащихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования. При помощи тест-полосок врачи обследуют кровь детей на содержание психоактивных веществ. Тестирование позволяет выявить морфин, марихуану и амфетамины, сообщает в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В январе подобные тесты прошли учащиеся школы Екатеринбурга. Из примерно 2000 школьников было выявлено 33 наркомана. Необходимость массового тестирования назрела, считает руководство службы наркоконтроля. Только за минувший год количество наркозависимых в области выросло на 10%. И это только официальные данные. На экзамен понарошку. Сегодня в первой школе будущие выпускники Заречного сдавали очередной пробный ЕГЭ. Напомним, на минувшей неделе школьники уже репетировали экзамен по русскому языку. Результаты испытания будут известны со дня на день. А пока 27 будущих студентов проходили тестирование по истории и физике, в обстановке максимально приближенной к настоящему ЕГЭ. Экзаменационные комиссии, бланки, документы и наблюдатели. Все так, как должно быть на настоящем экзамене. Так единый государственный по физике ребята писали 4 часа подряд. Преподаватели уверены, пробный ЕГЭ – это отличная возможность проверить свои силы в выбранном предмете. Вполне возможно, что кто-то из них захочет или наоборот не захочет сдавать этот предмет уже в качестве экзамена во время итоговой аттестации. Ну а кто-то, может быть, наоборот, утвердится в своем решении и сделает выводы. И, наверное, более успешно будет готовиться дальше. Зареченцы стали все чаще высказывать свои недовольства по поводу монетизации льгот ЖКХ. Напомним, после монетизации все льготники платят за коммунальные услуги полную стоимость, а полагающуюся сумму льгот им прибавляют к пенсии или зарплате. В Управлении социальной защиты сегодня попытались объяснить, почему недовольных льготников становится все больше. На практике год показал, что в семье есть разные льготники, они проживают на одной жилплощади и начинают возмущаться. Почему вот этому льготнику столько, а я такой же льготник, но в другой квартире проживаю, мне другая сумма. Это очень сложная система расчетов, говорят в Управлении соцзащиты. В отличие от пособий за проезд или телефон, все получают разные суммы. Это зависит от жилплощади, наличия лифта и мусоропровода. Особенно сложные расчеты, когда в одной семье есть два льготника. И когда, например, два ветерана получают разную компенсацию за услуги ЖКХ, появляются недовольные. Ведь за телефон или радио всем платят одинаково. Специалисты призывают зареченцев не делать поспешных выводов и обращаться в Управление соцзащиты за подробными консультациями. Возвращение двух шестерок. В России начнут повторно выдавать бывшие в употреблении госномера. Так что серии 66, 77 и 99 вновь появятся в обороте, сообщают в Департаменте безопасности дорожного движения. Возвращение серии связано с дефицитом емкости номерного банка. Теперь регистрационные знаки, снимаемых с учета транспортных средств, будут выдаваться повторно. Однако сделать это сотрудники ГИБДД смогут только при соответствии номеров требованиям ГОСТа и согласии нового владельца автомобиля. И еще одно изменение в правилах регистрации автотранспортных средств. Водители скоро смогут обращаться в госавтоинспекцию для восстановления номеров взамен пришедших в негодность. Все новости и программы «Заречный ТВ» теперь доступны на нашем сайте. Адрес для запоминания прост – зартв.ру Сайт-визитка нашего канала – это не только детали жизни Заречного. Здесь вы сможете узнать больше о тех, кто приносит новости в ваш дом. Журналисты и ведущие, операторы и видеоинженеры рассказывают о себе и о работе. На зартв.ру вы также сможете оставлять сообщения. Заходите, знакомьтесь и пишите нам – зартв.ру – сайт родного телевидения. Помимо сайта у нас работает телефон – 7-11-72. Звоните и рассказывайте новости своего дома, своего двора, новости нашего города. За самые интересные сообщения мы дарим подарки. И на этом экспресс-выпуск программы «Детали дня» завершен. Впереди вас ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. А мы увидимся с вами завтра. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok